Какая-то странная надпись. Смотри, а он всё никак не допечатает. Обезьяны. Горилла и Шекспир. Какие нафиг обезьяны? Всем привет! Это Кактус. Я продолжаю играться в игрушку по названиям Секретная Доктрина. В прошлой серии мы затопили весь первый уровень. Зашли на вот эту базу, да, и мы ищем какого-то доктора, который нам должен... Теорема бесконечных обезьян. Это мы читали. Который должен нам помочь выбраться вот отсюда, потому что мы заехали в метро куда-то не туда. Мы послушали вот этих раздолбаев по поводу Шекспиров и обезьян. И теперь идём дальше в комнату, где я нашёл ключик. Ага. Обезьяны и Шекспир, блин. Ишь они что сделали-то? Я, прикинь, такой зашёл, нажал этот продолжить, а продолжить неактивно. Я такой растерялся, думал, всё, пипец, заново, что ли, придётся проходить. Ох, нихера сей, и провода себя как-то не так ведут. Неправильно. Так, подожди, а это мы же там... Нет, мы не там, но здесь тоже всё перевёрнуто. Так, по дверям пока тогда пока не ходим. Робот! Здравствуйте, вы профессор Выдурал? Добрый день. Нет, я бывший продавец мороженого бреда, сэр. Мало того, что всё здесь и так бред, так его ещё и замораживают? Нет, я неправильно выразился. Я бывший продавец вкусного мороженого. Вкусного мороженого. Здесь бред. Вы ищете профессора? Да, лаборант с печатающей обезьянкой сказал, что профессор где-то тут. Лаборант? Да, хромированный такой. Нет, здесь нет профессора. Неудивительно. Профессор, как мне известно, находится в состоянии когерентности. Да, но что это значит? Это значит, что профессор находится везде, сэр. И нигде одновременно. Заваривайся. Это случилось 33 года назад? Да, сэр. Могу ли я всё-таки как-то увидеть мистера Выдурала? Единственное решение в данном случае – лишить его неопределенности. То есть найти его? Не совсем так. Видите ли, неопределенность положения профессора состоит в том, что Вы не знаете, где он. Для Вас он может быть в любой комнате и даже во всех комнатах вместе взятых. Ведь Вы не знаете, где он наверняка. Вам необходимо это определить. Спасибо, мистер... Лефт, сэр. Джо Лефт. Эдвин Харви. Очень приятно. Мистер Лефт, а почему Вы бывший продавец мороженого? Потому что с тех пор, как я сэр рассредоточился, никто не приводит мороженое в брит. Впрочем, так же как и запчасти тревогонов. Я сломал робота. Ну, в общем, как и запчасти льва. Кто здесь? Я здесь один. Какого фига она шатается? Так, на второй этаж не пойдем. И где мне профессора искать, когда он может быть в каждой комнате и не в какой одновременно? Или во всех вместе взятых? И у меня фонарик укрыли. Газета вчера. Зашибись. Профессор Вудрул Величайший является действительным членом. Много лет работал. Последнее открытие профессора через много лет... Неправильно прочитал. Величайший... Нет, все правильно. На полиции так не удалось найти профессора. Охрененно. Охрененно. Все будет непременно. Кораблик, добро пожаловать в бред. Вы находитесь в плоскости воображения. Вы читаете меня? Да, вы действительно читаете меня, и это прекрасно. Думаете, что вокруг иллюзия? Может ли быть, что иллюзия не то, что вокруг, а вы сами? Ты же мне мозг-то сейчас не выноси. Погоди. Профессор Вудурл. Ты рано мне выносишь мозг. Так, давайте все-таки в дверь какую-нибудь зайдем, наверное. Газета «Скептик». Одна из самых загадочных фигур 20 века профессора Вудурл. Потомок графа Вудурлла. Основавшего в 1986 году лабораторию Тайнмар. И о деятельности лаборатории до сих пор ходят легенды. Исследователь Артур Кеннонс считает, что граф Вудурл занимается низкочастотными звуковыми колебаниями, которые, как известно, весьма глубоко влияют на человеческий организм. Профессор Уудвард Билли из Стэнфорда упоминает эту лабораторию в связи с известным фаладельским экспериментом. Независимому журналисту Беддард Хопкинс напротив считает, что лаборатория является попросту мистификацией. Дополнительно известно лишь то, что профессор выдурал. Что профессор выдурал. Ах, я продолжение-то. Че он-то? Вот он выдурал, да? Ни хера это не выдурал. Ладно, давай зайдем в комнату. И где мы? Еще робот, смотри. Нельзя подойти. Так, мне бы сориентироваться, где это я? А, это я, смотри. Точно. Я зашел сюда, вышел отсюда. А если зайду сюда? Выйду в начало. Так, давай, нет, обратно я там еще не досмотрел. Так, все, да, все правильно. Мне вон туда не надо пока. Мне пока надо тут пошариться. Так, надо комнату перевернуть, по-любому. Да, надо перевернуть, потому что я не дотягиваюсь. Роботы, помогите перевернуть комнату. Музыку включим? А нет, ни хера. Так, там выдурал, наверное, уже. А все, мне больше некуда. Да, загрузка. Значит, куда-то туда я пошел, куда надо. Шекспир... Нет, это подождите, это я вышел от Шекспира обезьяны. Музыка играет. Пропала кошка. Таби, Кэт, Вист с тремя ногами. Кошка с тремя ногами пропала. Опа, вот это муза играет, а? Что-то современное. Так, ребят, а что-то у вас тут этого раньше не было. Слышите, вы обезьяны. О, теперь Тарянин наоборот. Теперь робот пишет, а обезьяна ему контролирует. Офигеть. Вы почему здесь разгуливаете? Я зашел, чтобы... А вы умеете разговаривать? Конечно, лысая пальма. Я могу разговаривать. Разве я похож на пальму? Еще один умник. Вы почему не печатаете? Мне нужно печатать? Как вам это нравится? Я тут сижу сутками напролет, переучиваю этих олахов, а он еще спрашивает, печатать ли ебу? Вы что, совсем очеловечились? Видите ли, я не совсем понимаю. А что тут понимать, собственно? Лысая пальма, понимать совсем не надо. Вот этот тоже много понимает. То стихи, то романы выписывает. Я ему говорю, ты мне беспорядочно кнопки нажимай. Безо всякого смысла, чтобы ахинея какая-нибудь или билиберда получилась. А он все наоборот. Вчера вообще умудрился песню написать. Лысая пальма, когда же я отучу его думать? По-моему, я ошибся номером. Нет, вы посмотрите на него. А теперь он пишет какую-то трагедию. Тихо. В бреды генератор у них пошел работать. Проходим мимо. Нафиг нам такая бреда генераторка. Лысая пальма. Лабораторий бред... Еще. А, ну вот теперь я, наверное, там где надо. Или нихера. Так, ну по-моему, все по-другому. Так, написано что-нибудь? Добро пожаловать... Нет, это мы сами. Вот это я не читал. Газета Скептик. Мистер Выдрул, как давно вы работаете над исследованием пространств? Уже 40 лет. Я и мои коллеги немало продвинулись в этой области. Профессор, каково будет практическое применение ваших исследований? Перспективы самые смелые. Это будет переворот в способных передвижениях. Мистер Выдрул, расскажите нашим читателям, почему вы решили пройти по стопам вашего отца? Как и все дети, я с ранних лет любил изучать неизвестность. В детстве я всегда любил забираться в самые темные углы нашего дома. Думаю, что позже вся эта тяга выросла в глубокое увлечение наукой. Вы были послушным ребенком в семье? Можно сказать, что да. Я всегда помогал маме, хотя частенько делал это не хотя. Уважаемый профессор, можете ли вы познакомить наших читателей с фантастической историей, которая произвела такой большой скандал в научном мире и которая часто упоминается в связи с вашим именем? Да, думаю, теперь я могу это сделать. Король, коль скоро эта история стала не на достояние масс, то нет смысла более молчать о ней. Началась эта история с того, что один джентльмен, назовем его мистер Аш, приехал в некоторое место, просто приехал. И чё, какую смысловую нагрузку ты мне только что дал? Так, отсюда я вышел. Ёлышка-матрёшка, где же этот выдурал-то? Я вот чё не люблю тем, что они вот так вот меня путают. Смотри, я вообще сейчас, я теперь не знаю, где я появлюсь. А, с роботом, а всё так же нельзя поговорить. Так, если я наверх опять в эту дверь зайду, чё будет? Интересно. Опять к обезьянам меня, да? Наверное, зря я сюда всё-таки зашёл. Была, наверное, перевёрнута та дверь, да? В конце коридора. Шекспира-обезьяны. А, нет, смотри, они опять тут. В эту дверь больше не заходим. Музыка так же играет? Нет, новая. Охренеть. А с вами могу... А, нет, уже не могу. Понятно. Значит, тут всё-таки... Так не работает. Надо всё-таки найти туда, куда мне надо. А как? Лаборатория. Лаборатория. Так, удейсь наверх давай. А, нет, подожди, я сюда наверх ходил. Да, сюда наверх ходил. Давай тогда по низу. Вон туда мне надо, вон туда попробуй пройти. Так, сюда я не могу. Или вообще надо мне вниз? Оп, вот здесь что-то можно было тронуть. Здесь ничего нет. Вот, чувак, смотри. Мы знаем, кто такие, но не знаем, чем можем стать. Где мало слов, там вес они имеют. Быть или не быть. Чтобы поймать счастье, надо уметь бегать. У каждого безумия есть своя логика. Шекспир. Шекспир тоже, блин, того ещё, блин. Глазмозватиком был. Такую хернёй, ну, расписал. Ну, это же, блин, охренеть. Чтобы счастье поймать, надо быстро бегать. Вот, вот это, наверное, дверь. Точно, по-любому. Я в ней не был. Там, где не был, я не был. И где я был, я там тоже не был. Обезьяны и... Теперь... Дверь видел? Дверь закрылась. Я не видел, кто туда прошёл. Да, типа, Ритка что-нибудь. Они дописали? Нет. Шекспир это. Пропала кошка с тремя лапами. Это чё-то вы... Зачем перевернули шкаф? Блин, я б тут с ума сошёл. Попечатать надо. Нет, я не хочу, нет. Не на сурязницу печатать надо, да? Давай. Вот. Фыф. Так, а чё-то нам напечатать надо-то. Привет. Привет. Так, значит, тут, наверное, чё-то надо найти, да? Какую-то подсказку. Может, счастье напечатать? А печатать надо по-русски или по-английски? Частье, я хочу тебя поймать. Вы... Дурал. Бред. Да твою же, жди. Я не знаю, чё печатать надо. Шекспир надо напечатать, точно. Обезьяны. Он же там написал. Обезьяны и кто? Шекспир. Выход. Да. Но я прошёл дальше. Это хорошо, что обезьяны и твою же дивизию. Мне действительно, мне чё-то напечатать надо. Бляха, я не знаю, чё мне печатать надо. Обезьяны и Шекспир. Я правильно писал. Говнюки. А я не знаю, как по-английски Шекспир пишется. Обезьяны и обезьяна. А, нет, смотри, это уже два. Шекспир. Может, тут где бумажку найти надо? С подсказочкой. Я потому что отсюда уже не вылезу, всё. Если я обратно пойду, то это пипец. Давай вперёд опять попробуем. Чутка вперёд. Обезьяны и опять... Давай сейчас посмотрим. Если там трёшечка будет, значит мы всё правильно бежим. Трёшечка, смотри. Мне просто надо бежать за этим вот ублюдком. Кто тут двери постоянно закрывает. Не надо ничего трогать. Не надо ничего писать. Просто тупо бежим. Обезьяны и... Смотри, сейчас опять дверь закроют, да? Да, вон он ты, робот-то. Стой, ты ж... Я тебя догоню. Это четвёртая комната была. Если что. Опять он. Пятая комната. Та-ш-э-к-с-а-пир. Давай оптима. Оптим. Оптим прайс. Может, пять надо написать? Ну, должны же циферки кончиться когда-нибудь. Вот ж ты ж, блядь, говнюк, а! Пропала кошка с тремя... С тремя лапами. Вот. Шесть. Давай сикс попробуем. Сикс. Твою. Выдели. Сикс. Сикс. Да твою же ж. Ладно. Давай побегаем. И у меня что, до десяти комнат, что ли, бежать? Да, седьмая комната. Семь. Ми. Семь. Вот ее твою ж. Семь. Обезьяны и человек. Шекспир. Мля. У меня, по-моему, сломалось. Обратно я точно не хочу бежать. Или, прикинь, это проверка на... Стрессоустойчивость. Восьмая комната. Проходит время, как тут все еще бегает. И девяносто девятая комната. Девятая. Проходит время. Как тут все еще бегает. И девятьсот девяносто девятая комната. Это пинтет. А, нет, смотри. Все, девятая комната. Во, у тебя давай Шекспир напишем. Девять. Девять плюс комната. Шекспир. Так, может, я что-то упускаю. Может, это... На дурака. Да? Нет, вон они писали. Шекспир, Шекспир, Шекспир. Я все правильно писал. Может, я неправильно Шекспир писал? Шекспир. Все правильно писал. Давайте большой попробуем. Шекспир. Шекспир. Вот. 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 Может, ввод написать? Ввод. Так. Что еще можно написать? Вот он, робот. Его уже убили. Смотри, и туда положили. The student. Так, может, на потолке где? Какое заветное слово надо написать. Так, а давай пробежимся. Напишут опять 9+. Это все у меня так и будет. Эта комната называется 9+. Да, 9+. Так, а если мы обратно побежим? Я не хочу обратно 10 комнат бежать. А, нет, смотри, лаборатория бреда. Нормально. Фу. Обратно не надо 10 комнат бежать. Может, счастье надо было... Нет, счастье я писал уже. Так, это мы трогали, да? Своя логика, твоя логика, моя. Так, пойдем попробуем вниз как-нибудь. Мне надо как-нибудь вниз. Это я читал? Это я читал. Правда, может, надо было газета написать. Но не в попад я уже пробовал написать. Что-нибудь не в попад. Так, и эта комната мы выйдем из этой комнаты, и эта комната мы выйдем из этой комнаты. Так, туда наверх мы ходили. Сюда, в конец, нас не пускает. Неужели что-то с этой комнатой Шекспира надо сделать, а? А? Охренеть можно. Шекспиры и обезья... Я тут был. Так, и с вами нельзя поговорить. Так, это не берется. Куда, блин, надо? Лаборатория бреда. Так, это мы опять в лаборатории. Так, туда наверх я не могу пройти, а мне там и делать нечего. Так, вот это тоже не нажимается. Пойдем вниз туда, попробуем опять по этим... Побегать. Глобус не трогается. Эта газета мы читали. Во, вот эта дверь, это куда? Я сюда, по-моему, даже и не заходил. Нет, заходил. Нет, не заходил, смотри. Это я ни хера не на новом ярусе. Так, нет, не туда. Мне надо вниз и надо туда, вон, в темную. Так, сюда я только что зашел. Давай вот сюда. Это мы к обезьянам сейчас. Обезьян и Шекспир. Да, обезьяны и... Все правильно, Шекспир. Шекспир. Может, вот так оставить, надо и пройти. Хотя я только что так и делал. Обезьяны и... Обезьяны и... Робот. Обезьяны и... Человек. Шекспир. Обезьяны и... Обезьяны. Да вы чё? Может, вот это экспрот? Нет, это банка. Новости. Шекспир. Твою дивизию. Давай. Так, ладно, пойдём обратно. Куда чё надо? Так, ну ладно, давай тогда тут ещё посмотрим. Побольше чё. А может, вот так чё-нибудь дотянуть докуда-нибудь? Нет. Так, а если я вообще обратно выйду? Меня же выпустят? Да, смотри, выпускают. Ну мне по-любому надо за спиной вот этим. Обезьяны и Шекспир. Правильно я писал? Шек-каса-пир. Вот они вы. Не, ну обратно-то мне по-любому вообще не надо. Прямо вот так вот, прям кардинально обратно. А то я ж сейчас забуду, я не помню, в какую я дверь вошёл. Значит, как-нибудь дикам день выкинет нахер, и чё делать? Да, это Ахиллес и Черепаха. Блин, я в самом начале, что ли? Нет, пойдём обратно. Давайте к Шекспиру, да? Шекспир? Да, обезьянный Шекспир, нормально. Так, вы у меня тут хорошо печатаете, вы правильно печатаете. И идём дальше. Может мороженое там надо писать, хотя нет. Так, в ту дверь мы точно ныряли. Вот это наверх, это куда? А, это к двум дверям. Так, тут дверей больше нету, тут подсказок нету. Так, тут это я читал, это тут газета. А вот на этот верх могу пробраться? Нет, тут закрыто, да? Я прыгать не умею. Умею прыгать. Здесь ничего нет. Здесь-то прологи куда? Бляхин-мухин. Куда же мне? И чё они меня так запутали-то? Это я тоже читал, выдурал. И это не открывается. Во! Бля, можно мозг сломать. Так. И это я тоже сейчас вначале выйду. Да, Шекспиры обезья... Шекспиры... А, вот, Шекспиры и обезьяна. Это я тоже посмотрел. Вы молодцы, вы мне рассказали. Тут давай печатай, да, говорят. Поэты мне... Вон он, печатает же. Шекспир. Всё, я правильно печатал. Печатал правильно, а теперь чё-то не дают ни хера. Лаборатории бреда. Да, я опять тут же. Айскрим. Мороженое. Может, мороженое надо было напечатать. Так, это я наверху. Это я в соседнюю дверь вышел. А если в эту? Это я вниз. Да. Давай тогда сейчас тут посмотрим повнимательней. Мороженое. Мороженое. Обезьяны и Шекспир. Иди сюда, робот, подскажи, чё сделать надо. Мороженое. Мороженое. Шекспир. Не хочет. Да я уж всё перепробовал. Ладно, давай, знаешь, что сделаем? Давай сделаем. Я сейчас на паузу поставлю, подберу тут чё, посмотри, и потом уже продолжим. Охренеть. И как это я должен был догадаться-то, а? Вот как... Каким частью мозга это надо было бы догадаться, что там надо было написать, а? Знаете, чё тут надо написать? Офигеть. Неправильно. Быть или не быть? Да, блять, это как? Я должен был догадаться. Я потратил, наверное, тут минут десять вокруг этой хуни ходил, а? Блин. Знаете, как я узнал, что надо быть или не быть? Разработчику написал, говорю, у вас сломан квест. Он говорит, нет, не сломан, подумай. Я говорю, а что думать-то, блять? Я уже там десять минут думал. Он говорит, быть или не быть? Веди, говорит, и всё, говорит, ты пойдёшь дальше. Не, ну хотя можно было бы додумать, да, то, что Шекспир, но обезьяна, быть или не быть? Ну, не знаю, хотя бы, не знаю, написали бы вот здесь вот, быть или не быть, да? Или вот здесь вот, быть или не быть, ну, таким каким-то замызглённым цветом. Ну, блин, а если я Шекспира не читал? Ну, хотя, блин, ну, навряд ли. Ну, все знают его фразу, да, вот это, быть или не быть. Шекспирянскую. Но всё равно. Блин, ну, должна же быть какая-то логика. Или бы хотя бы там подсказки. Быть или... И ты должен был дописать. Быть, всё, прошёл. Зачем так сложно делать? Ну, ладно, мы прошли бред лаборатории. Теперь мы уже в бреду лаборатории. Ну, ладно. Хорошо, что он у меня там в контактах остался. Просил, когда ссылочку положить. А так бы я бы не понял, нихера бы. А чё картину-то нихера... Смотри, какой ты японец. Быть или не быть. Вот в чём вопрос. Так, у вас тут бардакова немного. Господа. Господа лаборанты. Машинка. Сколько будет продолжаться эти галлюцинации? Откуда я знаю? Я ведь тоже галлюцинация. Скотч-виски. Пентелемом. Надо, короче, тут повнимательнее тогда. А то сейчас ещё скажут где-нибудь, что-нибудь напечатать надо будет. И надо будет знать. Так, не, давай обратно зайдём. Я дезориентировался. Так, по дверям пока не ходим. Давай тогда от Спратак походим. Нахер пока двери. А то меня эти двери дезориентируют. Просто выплёвывают в пространстве и всё. Какая лестница крутая. А я могу туда прыгнуть? А вон туда. Ух ты ж ёба. А вот сюда. А нет, тут стекло. О, робот. Здравствуй. О, вы уже тут. А я побывал в забавном месте. Там обезьяна говорящая. Здравствуй, мистер Куми. Ну как же, мистер Лефт. Никак нет, сэр. Я Райт. Джо Райт. Очень странно. Но я недавно разговаривал, как будто с вами. И вы называли себя Лефт. Вот только сидели не здесь. Очень может быть. Видимо, мистер Лефт моё отражение. Или я его отражение. Теперь даже не знаю. После распада профессора, альтернативные вселенные стали плодиться, как тараканы. Так вот в чём дело. Кроме того, миры стали перемешиваться. Перемешиваться? Дело в том, что я ещё и именно профессора. И мне сказали, что его можно найти, вернув из неопределённого состояния. Да, сэр, именно так. Его необходимо декагерировать. Мы с вами всегда это делаем. В отличие от профессора. Что сделать? Что делаем? Запутываемся с окружающей нас средой. Здесь и сейчас. Существуем в одном конкретном месте. Но профессор находится в ином состоянии. По определению. А что если профессор давным-давно умер? Невозможно ответить на ваш вопрос, сэр. Так как вероятность смерти профессора точно равна вероятности его жизни. И находится вне времени. Ни жив, ни мёртв. Неизвестно где и когда находится. Совершенно верно, сэр. Вообще запутал. Ты индюк сраный. И есть, и нет, и жив, и мёртв. И вообще не знам, где находится. Так, это опять эта машинка. Давай вот сюда зайдём. Так, а это опять я тут. Так, ну и куда мне теперь тогда вообще? Так, оттуда я пришёл. Бля, тут всего три двери. Давай вот сюда зайдём. Ха, я правильно в дверь зашёл. Хоть дед, я чё-то сделал правильно. И долго грузит. Значит, у тебя будет профессор. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте, профессор. Клуб молчальников. Молчальников? Я правильно подсчитал этот клуб молчальников? А, классная, кстати, лампа, да? Неплохая идея так для лампы сделать. Так, давай, знаешь чё? Давай тогда, чтобы вот так вот интересненько было, тогда на этом и серийку закончим. Уже в следующей серии мы пойдём в эти мольчальники ходить. А на этом серийка заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. Рассказывайте друзьям, делитесь ссылками. До новых встреч. Пока-пока.